Пожарная безопасность весной Давайте начнем, несмотря на то, что тема у нас обозначена как пожарная безопасность весной, давайте немного начнем с подведения некоторых итогов. Дело в том, что, казалось бы, только три месяца года прошло, но уже в статистике погибших по Гродненской области более 20 человек. То есть с начала года это уже такое количество. Ситуация напряженная, как я понимаю. Давайте поговорим об этом и что чаще всего становится причиной пожаров. Да, мы говорим о том, что несмотря на общее снижение количества пожаров в Гродненской области в текущем году, мы наблюдаем сложную ситуацию именно с гибелью людей. С начала текущего года погибли 24 человека. И, к сожалению, такие случаи продолжают случаться, несмотря на проводимую спасателями работу. К сожалению, опять же, среди антилидеров в рейтинге причин пожаров остаются пренебрежение правилами безопасности и неосторожное обращение с огнем. К сожалению, происходят случаи, когда люди гибнут, скажем так, массово. Сразу четыре человека погибли на пожаре в Сморгонском районе. Причиной тому стало неосторожное обращение с огнем при курении. А четыре человека, это когда статистика? Когда это происшествие? В январе текущего года с моргонским спасателем поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов горит частный жилой дом. До прибытия спасателей сельчане успели вытащить из обхваченного пламенем жилища женщину. Еще четверых человек обнаружили бойцы МЧС, уже погибшими при проведении разведки и тушении пожара внутри жилища. Ну, а что стало причиной такого пожара, который привел к гибели сразу четверых? Неосторожное обращение с огнем при курении. Казалось бы, банальная вещь, и сколько уже было говорено и спасателями, и медицинскими работниками. О том, что цепочка выпил, закурил, уснул, всегда имеет трагический финал. Кроме того, что люди создают угрозу собственному жизнью и здоровью, они же угрожают и тем, кто живет с ними рядом. Ведь курящий сосед в многоэтажном квартирном доме ставит под опасность тех, кто живут с ним в одном подъезде и на одной площадке. Скажите, пожалуйста, какую работу проводят спасатели, чтобы предупредить подобные ситуации? Ну, то есть мы все знаем, что бороться с последствиями – это уже не слишком эффективно. Чаще всего вот в этой ситуации, как и в многих других, в частности, и с болезнями, и с преступлениями, точно так же с пожарами, с таким видом пожаров, в частности, скажем так, хорошую службу сослужила бы профилактика. Что в этом направлении делает МЧС? Активную роль мы уделяем именно профилактическим мероприятиям и на контроле, и в объективе внимания спасателей всегда так называемая группа рисков. Это люди, ведущие социальный образ жизни, нигде не работающие, периодически злоупотребляющие спиртными напитками. И для этого смотровыми комиссиями, в состав которых входят и спасатели, и иные представители субъектов профилактики, мы посещаем домовладения подобной категории, в очередной раз напоминаем хозяевам о важности соблюдения требований пожарной безопасности, предупреждаем о последствиях курения в постели, указываем на имеющиеся недостатки, ведь порой люди не замечают того, что у них где-то нарушены правила безопасности печного отопления или же неисправная электропроводка. Опять же, допускают курение в местах для сна, на все это указывают спасатели, которые предупреждают и разъясняют, как устранить те или иные недостатки и как не допустить чрезвычайной ситуации в жилье. Кроме того, профилактические акции. Согласно сезонности, скажем так, у нас разработан список акций, которые мы проводим в жилищном фонде. Опять же, посещаем на дому, проводим встречи с трудовыми коллективами, где также напоминаем правила безопасности. Мы проводим дворовые и сельские сходы, ведь нередко возникновение пожаров – это сельская местность, где, скажем так, риск пожарной опасности более высок, где есть печное отопление, пожилые граждане. Кроме того, это, конечно же, работа с подрастающим поколением, ведь с малых лет важно научить детей соблюдать правила безопасности. И мы в очередной раз напоминаем взрослым о том, что эту работу следует вести, начиная с семьи. Ведь если будут родители соблюдать правила безопасности, велик шанс того, что и дети будут их соблюдать. Скажите, пожалуйста, вот это ведь сложная работа, огромный объем. В связке с кем работают спасатели, выполняя вот эту вот профилактическую часть своей деятельности? С какими структурами, может быть, вы тесно связаны и сотрудничаете в этом вопросе? Вы знаете, мы это все называем субъекты профилактики. В вот эти вот субъекты, представители субъектов профилактики входят и представители милиции, и представители социальных служб, и газэнергонадзора, и сельских советов, и школы, конечно же, тоже входят в состав смотровых комиссий для того, чтобы, посещая домовладения, каждый представитель субъектов профилактики, скажем так, уделяет внимание своим направлениям, своим вопросам, и каждый со своей стороны старается провести профилактическую работу так, чтобы доходчиво, понятно объяснить гражданам, для чего нужно соблюдать меры безопасности. Скажите, пожалуйста, вот автономный пожарный извещатель – это часть профилактической работы, и насколько он помогает в спасении жизни? Ну, мы говорим о том, что маленький прибор спасает жизни, и это серьезная работа. Да, это часть профилактической работы, мы, посещая домовладения, всегда напоминаем гражданам и рекомендуем установить автономные пожарные извещатели в тех домах и квартирах, где они уже установлены. Хозяевам следует следить за их исправностью и работоспособностью, своевременно минать элемент питания, ведь даже в случае незначительного задымления автономный пожарный извещатель вовремя отреагирует на него, подаст звуковой сигнал, тем самым спасет жизнь и здоровье людям. Кроме того, если вас, к примеру, не будет дома, но в это время произойдет какое-то возгорание, сработает автономный пожарный извещатель, его звук услышат и соседи, смогут вовремя вызвать спасателей, тем самым минимизировать ущерб. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то группы риска, для которых автономный пожарный извещатель обязательен дома, либо таких категорий нет? Есть такие категории граждан, и это у нас определено социальной программой, в котором обязательно устанавливаются автономные пожарные извещатели. Это одинокие, одинокопроживающие пожилые граждане, это инвалиды, это семьи, воспитывающие, многодетные семьи, воспитывающие малолетних детей. Сейчас, если говорить про МЧС, то невозможно сказать, что какая-то пара года самая жаркая для вас, они все горячие, но каждая имеет свою собственную специфику. Например, зима – это отопительный сезон, лето – это участие в уборочной. Вот весна – это, как правило, своя специфика. Давайте об этой специфике поговорим. Какие острые проблемы встают перед спасателями в весенний период? В весенний период у нас одна, скажем так, и увеличивается количество звонков на линию 101 с одним вопросом. Это палы сухой растительности, ведь не успеет сойти снег с земли, как вдоль дорог мы видим столбики дыма. Люди, стараясь навести порядок на своих подворьях, сжигая мусор, забывают о мерах безопасности и порой даже осознанно поджигают сухую траву. Тем самым способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций. Давайте, может быть, чуть-чуть подробнее на эту тему. Какова ситуация на сегодняшний день и фиксировались ли уже случаи выжигания сухой растительности, может быть, и приводили ли они к каким-то чрезвычайным происшествиям? Если мы говорим о палах сухой растительности, то здесь многое зависит от погоды. И если в прошлом году весна нас встретила сухой, даже засушливой погодой, и уже в марте месяце у нас было зафиксировано свыше 100 загораний сухой растительности и были серьезные пожары из-за неосторожного сжигания мусора, когда сгорали деревни. Это и Мостовский район, деревня Руда-Лепечанская, и Щучинский район, деревня Дворчаны. В этом году с погодой нам, скажем так, немного повезло. Да, она нас не радует теплом, она переменчива, но тем самым сегодня мы говорим о том, что в Гродненской области зафиксировано уже 85 загораний сухой растительности. И, к сожалению, есть и травмированные люди. В Дятловском районе неосторожное курение местного жителя привело к загоранию сухой растительности, пламя от которой перебросилось на его одежду, и мужчина получил травмы. Всего, как я уже сказала, произошло 85 таких загораний. Спасателям принимаются все меры для того, чтобы предупредить подобные ситуации. Совместно с субъектами хозяйствования мы обследуем территории, проводим рейдовые мероприятия по садовым товариществам и населенным пунктам, где также напоминаем гражданам о важности соблюдения мер безопасности при наведении порядка, а также предупреждаем о том, что выжигание сухой растительности строго запрещено. Весна ведь только началась, фактически только один месяц прошел. Впереди еще апрель-май, и люди активно будут выжигать, в том числе, сухую траву и наводить порядок на земле, на своих приусадебных участках, соответственно, жечь костры. Что нужно знать человеку, который, может быть, обнаружил возгорание травы, либо кем-то оставленный без присмотра костер, на котором сжигается мусор? Вот что делать? В первую очередь нужно оценить свои возможности. Если вы видите, что возгорание незначительное, и вы можете справиться с ним самостоятельно, конечно, примите меры по его тушению. Если мы говорим о загорании травы, то тогда веником, либо ветками деревьев нужно сбить кромку огня или засыпать ее песком. Если вы понимаете, что справиться с огнем невозможно, и пламя распространяется очень быстро, тогда стоит незамедлительно вызывать спасателей по номерам 101 или 112. Если же мы говорим о людях пожилого возраста, здесь мы сразу рекомендуем вызывать спасателей по номерам 101 либо 112, поскольку в силу физических особенностей и уже в силу возраста пожилые люди не могут быстро сориентироваться в ситуации, растерявшись, либо испугавшись того, что происходит. Они просто физически не справятся с скоростью распространения пламени и могут подвергнуть собственной жизни, здоровью, опасности. Мы из года в год говорим о правилах пожарной безопасности, о том, что выжигать сухую растительность нельзя, и все равно постоянно с одними и теми же мотивами и объяснениями люди продолжают упорно все это проделывать. Скажите, пожалуйста, когда вы спрашиваете, например, задаете вопрос, зачем, что вам чаще всего отвечают? Ну, чаще всего люди, к сожалению, уверены о том, что сжигание сухой растительности приведет к тому, что очень быстро вырастет новая зеленая трава. И это такой миф, поскольку никакая зеленая трава гораздо быстрее не вырастет. Казалось бы, мы уже давно не в первобытном общинном строе, но подсечь на огневое земледелие до сих пор актуально. До сих пор актуально, к сожалению, так. Ведь уже всегда объясняем то, что поджигая сухую траву, горит и сухая трава, и это же весна, и где-то пробуждаются семена чего-то нового и свежего, и этим огнем они просто уничтожаются. А кажется, что растет быстрее только потому, что на черном фоне зеленый цвет гораздо более заметен. Это как раз такая тема, вокруг которой действительно до сих пор очень много мифов, и с ними, наверное, нужно бороться все-таки. Ну, если обратиться к теме наведения порядка на приусадебных участках, тут, в принципе, с этим ничего не поделать. Люди все равно будут сжигать мусор, то, что они вот собрали, может быть, в качестве там субботника какая-то трава, прошлогодние листья. В любом случае это будет именно так ликвидироваться. Какие, может быть, дать можно рекомендации для того, чтобы сделать этот процесс безопасным? Конечно, сжигать мусор будут, и впереди, конечно же, субботники. Для этого стоит в первую очередь обратить внимание на погоду. Для того, чтобы навести порядок на участки и сжечь прошлогодний мусор, накопившийся, нужно выбирать безветренную погоду. Место для костра нужно отнести подальше от зданий и сооружений, для того, чтобы пламя не могло на них переброситься. Лучше всего сжигать, конечно же, в металлической бочке. Если никакой металлической бочки нет, то тогда место, где будете разводить костер, нужно обязательно окопать. Держать под рукой ведро с водой, лопату, автомобильный огнетушитель, все то, что поможет в кратчайшие сроки затушить или сбить пламя. Ну и, конечно же, ни в коем случае не использовать для розжига легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, постоянно следить за разведенным костром, ни в коем случае не доверять разведению костра или даже процесс сам сжигания контролировать детям. Здесь должен быть всегда взрослый человек, который сможет вовремя отреагировать на появившуюся опасность. Ну и когда закончили сжигать, когда уже все перегорело, костер нужно пролить водой до полного прекращения тления, а для надежности засыпать песком. Последний вопрос. Вот с установлением теплой погоды у нас начинается период пикников на природе. Как правильно здесь оборудовать место для кострищин, то есть так, чтобы не наделать беды? Ну, в первую очередь нужно знать, где разрешено разводить костры. Ведь за разведение костров в неположенных местах грозит административная ответственность. Поэтому прежде чем отправиться на пикник, уточните, где этот пикник можно провести. Есть уже специально оборудованные места, где расположены специальные мангалы, предусмотрен набор дров для того, чтобы развести огонь для приготовления пищи. Если же вы нашли место, где можно разводить костер, то, как я уже сказала, здесь тоже очень важно окопать кострище. Лучше всего обложить его камнями для того, чтобы не допустить распространения огня. Постоянно следить за огнем. И когда вы уже соберетесь домой и закончится пикник, важно после себя не оставить грудь мусора и сожженного леса. Поэтому костер обязательно затушить, засыпать песком для полного прекращения тления. Ну и, конечно же, после этого можно спокойно отправляться домой. Ясно. Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, это была программа «Актуальна». Оставайтесь на телеканале «Беларусь-4 Гродно». Сегодня в студии работала Наталья Залеская. Всего вам доброго и до свидания.